КОМПЮТЕРНЫХ ИГРАХ КОМПЮТЕРНЫХ ИГРЫ ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ ЭТОЙ НЕДЕЛИ Ну а на десерт подающий надежды шутер нового поколения под названием Far Cry. Смотрите, не переключайтесь! Activision обнародовала свои планы по выпуску светодополнения к шутеру от первого лица Call of Duty под названием United Offensive. Специально для него студия Grey Matter разрабатывает полноценную одиночную кампанию и до отказа набивает игру новыми видами оружия, доселе невиданными картами, уникальными многопользовательскими режимами и свежими погодными и графическими эффектами. Вышеупомянутая одиночная кампания позволит игрокам поучаствовать в курской битве и сражении за Балдж. Появление United Offensive в продаже ожидается этой осенью. Теперь самое время разыграть диск от нашего бессменного партнёра CD-центра Gigabyte. Ну а разыграем мы сегодня игрушку Conan. Отменный хэк-н-слэш от компании Cowl Drone. Отличная графика, достойный звук и жёсткие схватки с применением всех мыслимых и немыслимых, колюще-режущих атрибутов настоящего воителя. Всё это Conan. Отвечайте на мой вопрос, присылайте ответ на пейджер редакции «Абонент Вечерний Экспресс» и игра ваша. Всё просто. Ну а вопрос такой. Назовите имя писателя, придумавшего этого легендарного персонажа. Ну а мы продолжаем. Далее в программе мини-игры для сотовых телефонов. Сегодня обозреваем игрушку под названием Цапер. Аркадный рейсинг от компании India Games. Езда по пресечённой местности на скорости в 150 миль в час никогда ещё не была такой простой и приятной. Геймплей чем-то отдалённо напоминает режим дракрейсинга в Need for Speed. За тем исключением, что ехать вам придётся не на тюнингованном уличном болиде, а за рулём весьма внушительного внедорожника. Управление совершенно интуитивное и не требует чрезмерной концентрации при игре. Основная цель — пройти определённый участок трассы быстрее, чем это сделает соперник. Хитрость игры заключается в том, что вам необходимо быстрее оппонента собрать разбросанные на дороге канистры с топливом. Словом, игра приятная. Графика вполне на уровне, да и звук совсем неплох. Если ваш мобильник поддерживает Ява, советую вам попробовать эту игру. Все игры, представленные в нашей программе, вы без труда найдёте в фирменных отделах компании Gigabyte. Самый свежий софт, музыка и фильмы, и, конечно же, огромный выбор компьютерных игр. Каждый геймер обязательно найдёт то, что ему нужно в отделах CD-центра. Движемся далее и переходим к тройке самых популярных игровых продуктов в неделю. Замыкает тройку лидеров на этой неделе Command & Conquer Generals — «Война в Ираке». Неофициальное фэнское дополнение к самой популярной РТСке на сегодняшний день. Множество любопытных фич, плюс исправленные глюки, новые компании и образцы техники. На выходе имеем практически идеальную реал-тайм-стратегию. Всем любителям играть обязательно. На втором месте на этой неделе Far Cry. Этот проект — детище небольшой германской фирмы Crytek Studios, основанной в 1999 году. Начинался он под названием Exile, однако в полноценную игру Exile так и не развился, оставшись лишь средством демонстрации возможностей новых тогда видеокарт GeForce 3 и разработанного Crytek-движка. Однако, к счастью, этим дело всё же не закончилось, и теперь проект переживает второе рождение под именем Far Cry. Игры, изначально ориентированные на мультиплеер, уже единожды доказав свою востребованность и состоятельность, продолжают отвоёвать себе место под солнцем. Если раньше в моде были одиночные игры с сетевыми возможностями, то теперь акценты нередко смещаются с точностью да наоборот. Последователей этой тенденции год от года становится всё больше. Перед вами один из них — встречайте, чемпион этой недели — Unreal Tournament 2004. Мультиплеерный символ и наследник славных традиций Unreal. И без сомнения, потенциальный хит этого года. А теперь гейм-секреты. Сегодня мы будем ковырять коды величайшей экшен-эпопеи всех времён и народов — Max Payne. А если быть точным, то её второй серии. Итак, смотрите внимательно. Для того, чтобы получить доступ к кодам, необходимо для начала сделать следующее. Запустить игру из командной строки с параметром Developer. Это открывает консоль для редактирования. Далее всё просто. В игре нажимаем тильду и вызываем консоль. И, наконец, вводим следующие коды. Кодер — самый полезный из кодов. Даёт режим бога, плюс всё оружие, плюс 100% здоровья и нескончаемые боеприпасы. Год делает вас бессмертным. Введя Get All Weapons, вы получаете всё оружие. Get Bullet Time переводит игрока в режим Slow-Mo. Введёте Get Health — получите 1000% здоровья. В игре доступно и огромное количество других кодов. Чтобы посмотреть их все, просто введите Help. Более года назад компанией Ubisoft был анонсирован продукт Far Cry. Разработкой игры занялась немецкая студия Crytek. Но, несмотря на то, что изначально Far Cry не задумывался как игра, а был всего лишь технологической демкой, вскоре процесс вышел из-под контроля. И, собственно говоря, привёл к созданию полноценного игрового продукта. Итак, дело происходит в 2020 году. Вы выступаете в роли капитана корабля, пересекающего воды чудесного тропического архипелага. Неожиданно вы замечаете, как на остров высаживается военный десант. И вместо того, чтобы уносить оттуда ноги по добру-поздорову, решаете выяснить, что же там всё-таки происходит. Оказывается, что некая группа наёмников, работающая, надо полагать, на кого-то сильно нехорошего, облюбовала этот тропический рай для создания новых генетически модифицированных и оснащённых ультрасовременным оружием супер-воинов. В свидетелях они, естественно, не нуждаются. Так что у вас остаётся банальный выбор. Дать дёру или попробовать разобраться с этими вооружёнными потомками Овечки Доли. Жанр игры разработчики характеризуют как тактический шутер. Так что, видимо, спасать мир придётся всё же не в одиночку, а командуя небольшим отрядом. Благо, что оружие поблизости уйма. На островах оно валяется буквально под ногами, от тяжёлых ракетниц до более деликатных вещиц, позволяющих вырубать врагов по возможности незаметно. Электронный мозг противника умеет не просто отличать своих от чужих, но и распознавать конкретных персонажей и различные объекты, что в свою очередь помогает грамотному распределению ролей и взаимодействию в команде. Нам обещают также весьма реалистичную физическую модель. Впрочем, в некоторых аспектах она была намеренно упрощена, судя по всему, играбельности ради. Графический движок также был дополнен и улучшен. Надо сказать, что при этом разработчики применили весьма нетривиальный подход к делу. Обычно, как известно, для повышения качества отрисовки трёхмерных объектов увеличивают количество полигонов, используемых для их отрисовки. Здесь же количество полигонов уменьшено, но при этом увеличена детализация. Что получается в результате, вы видите на экране. Одновременно редуцированное количество полигонов позволяет увеличить дальность видимости объектов. Впрочем, меня более всего впечатлили не столько даже персонажи, сколько тропическая природа с буйной растительностью и, в особенности, вода. Пожалуй, это самое реалистичное море, которое я видел в играх. Присутствуют в игре и сцены внутри помещений, весьма напоминающие аналогичные из демок Half-Life 2. Возможность управлять транспортными средствами и практически полная интерактивность окружающего игрока пространства. Словом, полный набор атрибутики шутера нового поколения. Играть можно, а скоротать вечерок-другой даже приятно. В общем, советую. Прощаюсь. Всё. Увидимся в следующую среду на канале Экспресс. Пока. Экспресс. 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 Экспресс.